Привет, друзья! Для меня тема NFT-игр довольно свежая, и я занялся самообразованием, покопался в том, что уже сейчас есть, послушал общественное мнение. И знаете, эта тематика часто бывает не полностью понятна всем, поэтому давайте рассмотрим это явление вместе. Своё мнение оставляйте в комментариях, с удовольствием ознакомлюсь. Я уже рассказывал, что у меня есть знакомый, который начинал как майнер биткоинов ещё в 2010 году, а теперь он стал уже успешным таким трейдером, который за день получает такие убытки и прибыли, которые за жизнь-то не каждый заработает. Так вот, он криптофанат, так скажем. Блокчейн как технология, криптовалюты как инструмент — это его религия. Он некоторое время назад мне говорит, что за всем этим будущее, просто сегодня нет какого-то инструмента в явном виде, который позволит, ну, как минимум каждому заработать, а как максимум чуть ли не в быту его использовать. Когда появится, тогда все поймут ценность технологии. И спустя время появились NFT-игры. NFT — это учётная единица с информацией. Если проводить аналоги с миром физических объектов, то, по сути, это сертификат, записанный, занесённый в реестр, свидетельствующий о том, что ему владельцу что-то там принадлежит. Как в случае с регистрацией автомобиля, вам выдают паспорт транспортного средства, где вы записаны как владелец и одновременно записывают вас в базу. Так и в случае с играми на какие-то внутриигровые предметы вам выдаются NFT. Вы можете продать машину, и тогда в ПТС впишут нового владельца. Вы можете продать предмет в игре и, вернее, NFT-сертификат, свидетельствующий о праве на предмет. И тогда он перейдёт к другому владельцу. И тут вот почувствуйте разницу. То вы продаёте имущество, после чего делается запись о новом владельце, а то вы продаёте, ну, фактически, саму запись о новом владельце. Считается, что такое вот имущество невозможно отнять, но это не совсем так. Сертификат о владении-то у вас есть, а предмет, он существует, пока существует игра. Ну, или правило в том виде, на которое вы, в общем-то, согласились. В любой день в доступе к предмету может быть вам отказано. Ну, допустим, разработчик игры решил что-то там такое поменять, и предметом вы можете владеть и дальше. Но применить его или как-то использовать не сможете. Это, конечно же, очень маловероятное стечение обстоятельств. И я обрисовал его только за тем, чтобы было понятно, что это возможно. И это относится, конечно же, к централизованным системам. А разницы с децентрализованными мы вот поговорим чуть-чуть попозже. Для использования токенов не обязательно делать свою криптовалюту со своей цепью блоков. Можно сделать на уже существующей, например, на эфире. Но все операции с NFT, в отличие от криптовалюты, включая выпуск в обращение, эмиссию, могут проводиться централизованно. А значит, полностью можно управлять токенами и вообще делать, что захочется. Ну так и что такое NFT? Ну вот представь, у тебя есть жена, которую имеют все, кто хочет. Ты с этим ничего не можешь сделать, но у тебя есть свидетельство о браке. Вот, собственно, это и есть NFT. Как выглядит современная NFT-игра? В подавляющем большинстве пока это ММО-проекты. Часть из них однокнопочные. Очень часто вид этих игр удручающий. И говорить о каком-то удовольствии от игры действительно не приходится. Удовольствие игрок может получить только от того, что он зарабатывает самые настоящие деньги, выполняя односложные операции. Один из форматов игр — это те самые бесконечные фермы для разведения гусей или каких-нибудь овощей. Один из признанных лидеров — это Axie Infinity. Она берет свое начало от криптокотиков, прародителя сегодняшних игр. Можно было купить двух криптокотиков, и они могли произвести потомство, которое можно продавать или придержать. В Axie Infinity необходимо купить перед началом игры трех персонажей. Потратить придется свои реальные деньги. Потом можно этих персонажей скрещивать и продавать потомство, вернее NFT. Для скрещивания нужно потратить еще и токены SLP и Axe, которые базируются на эфире. Можно их купить, а можно зарабатывать на боях персонажей. И любое спаривание персонажей стоит реальных денег. Поэтому неправильно выбрав родителей, вы потратите живые деньги, но питомцев продать дороже не сможете, и ваши инвестиции накроются медным тазом. На появление питомца из яйца отводится 5 дней. Можно не тратить токены SLP на разведение персонажей, а продавать. Нужно завести кошелек Metamask и Ronin. Через Ronin будут происходить все операции и авторизация в игре. Таким нехитрым способом предлагается зарабатывать. У SLP есть свой курс, и, насколько я понимаю, он падает. Но какой интерес во всем этом разработчика игры? Продажи персонажей, естественно, может быть токенов и комиссии. Все просто. Покупка персонажей для прибыльной игры может обойтись в среднем 1100 долларов для боев и 3-4 тысячи долларов для разведения. Цена в долларах, конечно же, зависит от курса эфира. А какой интерес игроделу платить игроку? Так игрок, по сути, платит сам себе, если разобраться. Токены — это не криптовалюта. Их выпуск не будет обременять разработчика игры, кроме комиссии сетей. И токены получат свою ценность на бирже, если рынок этого захочет. А разработчик получает всю свою выгоду от хайпа в основном. Больше разговоров вокруг, больше игроков. Больше игроков — больше денег. Больше денег — выше стоимость токенов. Все успешно, пока люди чувствуют и верят, что могут заработать. То есть ничего полезного игрок, как и раньше, не производит, но теперь из этого ничего рождается вера в будущее, которая так или иначе трансформируется в доход. Похоже на пирамиду? Ну, отчасти похоже. Особенно при начальных вливаниях. И таких игр довольно много. И во всех вход стоит приличных денег. И те, кто там реально зарабатывает, может помочь вам зайти в игру. Есть ресурсы, на которых вам предложат наняться чернорабочим, так сказать, для прокачки персонажей или боев и прочего. Можете взять персонажей в аренду, и получаете вы оговоренный процент от нафармленного. Но ничего не сможете продать в игре. Со слов тех, кто играет, первоначальные вложения игрок отбивает, ну, примерно за месяц или, может быть, больше. В противовес этому есть полностью бесплатные игры. Я попробовал Мир 4. Это морпг с рутинной прокачкой персонажа до 40 уровня, после которого появляется возможность зарабатывать. И нужно добывать темную сталь. В прямом смысле махать кайлом. Вот он майнинг в оплоте. Потом эту сталь нужно растопить или переплавить в драку. Эти драки не котируются на рынке, поэтому нужно через установленный с игрой кошелек VMIX поменять на кредит VMIX, его на токен VMIX, оплатив комиссию, и уже токен продать на одной из двух бирж, где он котируется. Ну, как продать? Поменять на другую крипту. Если вы знаете более короткий путь, то пишите. Но говорим мы о NFT сегодня. И именно таким способом в игре можно продавать и покупать персонажей. Если вы прокачали своего персонажа выше, чем до 60 уровня, вы можете продать. А купить сможете, начиная с 40 уровня. Ну, хочешь не хочешь, до 40 уровня придется проходить всю эту обычную рутину для этой категории игр. Мне вот не хватило, например, терпения. Стало жалко времени. В общем, в этой игре персонажи, после того, как они стали продаваться, как NFT, они подскочили в цене до 100 тысяч долларов. Чтобы продать персонажа, нужно заплатить 5000 единиц внутриигрового золота. Возможно, это тоже какие-то затраты. Не знаю, на моем счету ноль голды. Но знающие расскажут в комментах. А теперь давайте подумаем, что из этого раньше было недоступно. Продавать персонажа можно было и раньше. И очень давно, и во многих играх. NFT, как модное слово, только добавило стоимости и гарантию, что персонаж никуда не денется. А вот чего не было, так это заработка. Про заработок мы поговорили ранее. Это, возможно, сегодня только с криптовалютами. Когда кто-то в них просто верит. Кроме веры, наверное, больше ничего и не нужно. Но покупают все это, как инвестиционные инструменты, хотят получить больше. А больше и больше не всегда получается. И самые нерасторопные остаются на бабах. Вот это как с пирамидами страдают те, кто не успевает своевременно выйти. Есть такие и игры. Правда, игрой это можно назвать с натяжкой. Покупаешь у разработчика NFT, и для следующего покупателя он становится автоматически дороже. Но, как вы понимаете, предел у любой такой пирамиды есть. И остается последний, всегда купивший за очень дорого. А следующего покупателя уже нет. Самой известной псевдоигрой такого рода была Crypto Celebrities. Но как применить NFT к большим играм, о чем уже начали грезить большие боссы? Либо так же, как я рассказал чуть ранее, то есть нужно выйти на самоподдерживаемость за счет токенов, когда игрок фармит ресурс, который можно поменять на токен. Или он уже представляет собой токен. Токен должен торговаться, опираясь на веру в то, что это инвестиционный инструмент. И в больших сюжетных играх это сделать довольно сложно. Придется ввергать игрока в такую жесткую рутину, которая не принесет удовольствия. Либо второй вариант продажей шмоток, персонажей, оружия, ну и подобного в виде NFT. На самом деле вот это можно сделать и без NFT. Подобное делали и раньше. И тут я подошел к проблеме централизованной модели в играх. Пока вы начальник игры, вы можете делать все, что угодно, как я уже описал. Например, продать NFT персонажа и амуницию, а потом просто отказать в доступе. В реальном мире это все равно, что заварить вход в гараж к купленному вами автомобилю. Он ваш по праву. Есть подтвержденное право владения по той или иной причине. Вы не можете получить доступ. И если мы возьмем, ну, для примера игры хотя бы одного издателя, ну, допустим, Ubisoft, и предположим, что нам таки позволят использовать купленные нами предметы в других играх, допустим, персонажей Watch Dogs в Ассасинах, или наоборот, тогда ценность именно использования NFT возрастает, как и ценность виртуальных предметов, которые можно перемещать в отрыве от игр. Сегодня такой механики нет, но вот как раз таки это путь для больших игр. А то, как используется NFT сегодня, на самом деле это ерунда. Игроделы просто катаются на хайпе, повышая актуальность в новостях и рейтинге. В общем, для правильной реализации и полноценного использования технологии нужны децентрализованные системы. Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет. Да, не надо забывать, что для того, что что-нибудь продать, нужно найти желающего это купить. Это касается и NFT предметов, и фарминга токенов. В связи с этим у меня есть небольшая история. Есть такая барышня, Стефани Мато. Если вы не знали, то удивитесь, она продает баночки со своими газами, то есть пукает туда, заворачивает и продает баночку за 1000 долларов. За первую неделю она продала продукты, как она выражается, почти на 50 тысяч долларов. При этом мы должны ей посочувствовать, ведь ей приходится готовиться, потреблять пищу и тратить много энергии и усилий на создание газов. Это слова хозяйки газов. В связи с этим я хочу вам сказать, что пока пердеж в банках будут покупать, NFT и токены тоже будут покупать. Все это уже принято рассматривать как инструмент инвестиций. Так что это NFT-игры? Пузыри, пирамиды или новый способ заработка? Как я уже говорил, в некоторых играх есть признаки и первого, и второго, и третьего. Есть и конкретные пузыри и пирамиды, но они сегодня тоже относятся к инвестиционным инструментам, но с высоким процентом риска. И плохо, если заходящий в тему этого не понимает. Нужно полностью отдавать себе отчет, с чем ты связываешься, изучить все материалы, имеющиеся. Иначе останешься без денег. Но по поводу заработка. Вот смотрите. Эффективность с точки зрения заработка в некоторых проектах, в которых требуются изначальные денежные вливания, со слов тех, кто давно играет в такие игры, довольно высокие. И могут оказаться выше доходов от майнинга на одной видеокарте. Затраты ниже, чем на покупку топовой видеокарты. Окупаемость быстрее. То есть используются по факту те же самые технологии, но заработать можно на дохлом ноутбуке. Если берем изначально бесплатную игру и днями и ночами фармим, то начинаем почти сразу получать доход на сравнительно дохлых системах или смартфонах. Может это начало конца массового майнинга на системе с одной видеокартой. Фермы, понятное дело, все равно выгоднее и кто-то должен держать сеть. Но в то же время люди уже подзаработали и в играх держат много аккаунтов, они сданы в аренду и вот вам те же майнинговые фермы, только без асиков и видеокарт. Все, что нужно для того, чтобы играть, даже взяв в аренду персонажей, есть в Ситилинке. Это и смартфоны, и ноутбуки, и прочее железо. На некоторые аппараты и комплектующие цены бывают самыми низкими по каталогам. Бывают и эксклюзивные товары. Загляните в описание, там я подготовил для вас несколько ссылок на интересные товары в Ситилинке. Переходя по ним, вы поддерживаете наш канал и сможете посмотреть на цены. Быть может, что-то из представленного захочется купить и не обязательно то, на что ведут ссылки. Спасибо. В общем, друзья, давайте обсудим в комментариях, как вы смотрите на эти зарождающиеся изменения. А я с вами на сегодня прощаюсь. Пока! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры